Пять веков истории европейского рисунка представлены на масштабной выставке в Пушкинском музее в Москве. Экспозицию открывает рисунок Дюрера «Танцующие Пути». Написан во время первой поездки в Италию, где 24-летний художник наконец вживую увидел наследие античности. Фигурами Пути часто украшали триумфальные арки и контори и певческие кафедры в соборах. Именно Дюрер, преодолев рамки готического средневековья, стал основателем Северного Ренессанса. «Итальянские мастера Возрождения ориентировались на античное наследие, то, что у них было перед глазами. Немецкие мастера двигались в этом же направлении, но с некоторой задержкой, и они больше были связаны с традицией готического искусства средневекового». Звезда фламандской школы Питер Пауль Рубенс. Этот рисунок чёрным мелом – ещё один пример того, как северные мастера осваивали наследие античности. Кентавр, покорённый Амуром – этюд мраморной скульптуры II века до н.э. Был сделан 28-летним Рубенсом во время пребывания в Риме. В свою очередь звезда голландской школы Рембрандт. В собрании Пушкинского музея – небольшой, но очень ценный набросок. Женщина с младенцем на руках. Это натурная зарисовка из походного альбома. Для художника он был сродни дневниковым записям. Изображение матери с ребёнком появляется у Рембрандта в 1630-х годах после женитьбы на Саске. Всего в экспозиции более двух сотен работ. После окончания выставки зрители увидят их снова не раньше конца 2021 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова